Образование получили, а что делать дальше? Раз в несколько лет профессиональные образовательные организации региона выпускают на рынок труда специалистов начального и среднего звена для работы в различных сферах деятельности. Так, из стен Ненецкого профессионального училища вышли водители, автомеханики, операторы по ремонту скважин, повара и другие дипломированные специалисты. Всего 98 человек. Какие вакансии сегодня может предложить им округ и как выглядят кривые спросы и предложения? В вопросах трудоустройства разбиралась Ирина Цепетова. Когда диплом уже на руках, а впереди взрослая жизнь и необходимо самостоятельно решать вопросы собственного трудоустройства, становится немного страшным, испытанным на себе. Однако не стоит впадать в панику. Рынок труда – это не минное поле, а вполне благодатная почва. Викторию Червинскую, молодого повара-кондитера, вопросы трудоустройства не пугали. Рабочее место само нашло девушку. Специалист приглянулся о вести сервис компании по оказанию услуг в организации общественного питания на нефтепромыслах. Главное же себя показать на практике, а потом уже будут сами предлагать идти куда работать. Поэтому не страшно было. Сокурсница Виктория Вероника после учебы отправилась в родной поселок. Работа на селе тоже есть. А я хочу постараться устроиться у нас там в Харивере, в пекарне. Там нужен кондитер. По словам директора Ненецкого профессионального училища Ивана Хозяинова, от 10 до 15 нынешних выпускников заявили о том, что не хотят останавливаться на достигнутом и желают продолжить обучение. Более 30 сегодня рассматривают предложение о работе. Порядка 10 человек на момент выпуска уже имели трудовые книжки. Часть ребят уже работала в период учебы. Поэтому они с нетерпением ждали, когда им выдадут диплом и им нужно было идти на смену. В общем-то, и менять место работы пока не собираются. Часть из них, конечно, работает не по специальности, но тем не менее, в группе автомехаников как раз тот уникальный случай, когда там порядка половины группы уже имеет работу. Уже имеет работу, разумеется, часть не по специальности. Что касается профессии повар-кондитер, то 4 человека из села уже на работе буквально. И девочка, которая бывшая студентка, с вами общалась, она как раз одна пока давала согласие на поездку на вахту. Конечно, большая часть выпускников училища сейчас находится в поисках работы. С момента вручения дипломов прошло 10 дней. За этот период 11 молодых специалистов обратились в Центр занятости. На учёт по безработице встали 5 операторов по капитальному ремонту скважин, четверо наладчиков аппаратного и программного обеспечения, два автомеханика. По словам директора Центра занятости населения НАУ Ольги Кузьминой, на сегодняшний день учреждение может предложить выпускникам НПУ только вакансии поваров, водителей и автомехаников. Впрочем, всему своё время. В прошлом году работодатели региона предъявляли спрос на каменщиков, маляров, штукатуров, программистов, системных администраторов, специалистов для работы в нефтяной сфере и специалистов других профессий. По словам Ольги Кузьминой, спрос на рынке труда неизменно есть. Проблема долгого поиска работы зачастую кроется только в отсутствии опыта и дополнительных компетенций, допусков, разрядов у выпускников образовательных организаций региона. Проблема-то действительно для молодёжи это отсутствие опыта. Вот водитель автомобиля, конечно, это как раз та профессия, по которой работодатель заявляет опыт. Общаясь с работодателями, мы, конечно, обращаем на это внимание, просим, чтобы они дали возможность, предоставили возможность молодым людям поработать. Но вот работа, связанная с обустройством месторождений, с дорожным строительством в сфере нефтяной и газовой нашей промышленности, она ведь связана с определёнными рисками, условия работы опасные. И поэтому работодатели в этой части беспокоятся и хотят получать уже опытного работника. Вместе с тем, молодым надо получать где-то опыт. Поэтому программные мероприятия, они направлены на то, чтобы ребята получили опыт. Чтобы помочь выпускникам без опыта работы трудоустроиться в регионе, Центры занятости населения НАУ реализуют различные программы. Как для работодателей, например, компенсация средств, затраченных на выплату заработной платы сотрудникам от 18 до 20 лет, впервые ищущим работу, так и для самих соискателей. В Центре занятости можно получить информацию о программах переобучения, получении дополнительных навыков и компетенций. Так, на 2017 год запланировано обучение по специальности машинист-погрузчик. Для успешного трудоустройства порой недостаточно просто получить образование. Необходимо уметь подстраиваться под меняющиеся запросы рынка труда, получать дополнительные навыки и компетенции. Работодателям делать скидку на молодость и отсутствие опыта.